В типичном городе, неважном, обычном городе одном, стоял простой, одноэтажный, вполне обычный частный дом. И в этом доме при обычном жила обычная семья. Глава семьи являлся лично владельцем данного жилья. Его супруга отвечала за чистоту и за уют. Она порой права качала, чем безусловно докучала, но противления не встречала и точно знала не побьют. Еще в семействе были дети Маруся, Коля и Вадим. Вадим учился в классе третьем. Вадиму был необходим покой для подготовки к школе, чему мешала иногда веселая Маруся с Колей безудержная чехарда. Вадим всегда терпел вначале, потом заканчивал терпеть. И брат с сестрой мозги включали, сидели тихо и молчали, поскольку ума заключали, что может крепко прилететь. Еще был пес, довольно старый, и кот, довольно молодой. И в отношениях этой пары был, в общем, мир, хоть и худой. Не замечая пса, отважно бродил по дому наглый кот. Порой вел себя вальяжно и нарочито и потажно, а пес терпел, что очень важно, поскольку знал, что огребет. На этом не кончались споры. И горячо между собой на кухне спорили приборы. За первенство вступая в бой. Был телевизор, что задорно, победный ритм задавал. И холодильник, что упорно, все чаще в схватках побеждал. И чайник, что шипел на кружке и наводил на чашки страх. И только старая кукушка, которая жила в часах, ни с кем ни разу не вступала в конфликт на всем своем веку. Старушка будто что-то знала. Тихонько время отверяла. И беспристрастно куковала. Ку-ку, родимый, ку-ку. Ку-ку, родимый, ку-ку.